Снова доброе утро, дорогие телезрители. Продолжается утро, 2 марта, на календаре пятница. А завтра во всем мире будет отмечаться День дикой природы. Это отличный повод пообщаться со старшим госинспектором Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь Владимиром Домбовским и специалистом инспекции по связям с общественностью Ольгой Грамович. Доброе утро, рад вас видеть в нашей студии. Доброе утро, Владимир. Вы знаете, не так давно начальник госинспекции Сергей Новиков сказал, Беларусы стали по-другому относиться к природе. Есть ежегодная тенденция к уменьшению правонарушений. На самом деле так ли это? И что этому способствовало? Ну, конечно, этому способствовало прежде всего то, что повысилась культура природопользования. То есть люди стали более бережно относиться к природе. И прежде всего это заметно в среде именно самих рыбаков, охотников. Они не поощряют браконьерство, потому что браконьеры, скажем так, воруют у них же. И воруют у всех нас. Неужели у нас еще есть браконьеры? Мне кажется, мы уже живем в 21 веке. Это самое древнейшее занятие человечества, поэтому очень трудно искоренимо. Конечно, в 20-21 веке культура природопользования повышается, и именно поэтому становится меньше браконьерства. Ну и к тому же в последнее время очень строгие санкции за незаконную охоту, незаконное рыболовство, рубки леса. Понятно. Вот сейчас наступила наконец-таки весна. Понятно, еще прохладно за окном, совсем скоро потеплит. Войки из своих прекрасных домов достанут удочки и пойдут ловить щуку. Да? А щуку сейчас нельзя ловить, насколько мы знаем. Почему? С чем это связано? Запрет на вылов щуки установлен законодательством в связи с тем, что наступает нерест. Это очень важный этап в жизненном цикле рыб, поскольку происходит процесс возобновления. Значит, происходит изменение поведения рыб. Они становятся малоподвижными и доступными для браконьеров. То есть этим пользуются недобросовестные, так скажем, рыбаки. Добывают ради наживы. Но законодательством предусмотрен четкий запрет с 1 марта по 15 апреля. За исключением Витебской области данный запрет начинает действовать с 9 марта по 25 апреля. Тем самым, устанавливая запрет, мы минимизируем вот эти негативные последствия, ограждаем, так скажем, вот этот естественный процесс возобновления популяции щуки. Поэтому рыбаки должны знать, что в случае, если попадется все-таки на крючок... Ну, кстати говоря, да, вот интересный вопрос, чтобы они сразу, у них отхода вся пропала. Что будет, если тебя поймают со щукой, в данном случае, когда запрещено? Ну, санкции... Какое наказание? Санкции, конечно, очень серьезные. Ответственность установлена достаточно серьезная. Административная ответственность предусмотрит большой штраф до 50 базовых величин. Уголовная ответственность также может наступить в случае, если вред, причиненный окружающей среде, составит 100 базовых величин и более. Это 11 щучек. Это 11 щучек. Чтобы люди понимали просто, 11 щучек – это уже более 100 базовых величин, поскольку в период запрета каждая щучка оценивается в 9 базовых величин. А если щука сама попалась на крючок, что с ней делать? Отпустить ее? Да, то есть... И ничего не будет после того, как ей там прокололи губы и все остальное. Нужно использовать щадящие крючки и такие способы лова и орудия лова, которые, скажем так, не привлекут щуку. Понятно. Оль, Владимир, скажите, пожалуйста, вот сегодня инспектором может помочь любой белорус. Можно позвонить по горячей линии. Вот в каких случаях точно молчать нельзя? Вот я говорю про тех людей, которые вдруг видят, что-то происходит нехорошее, браконьеров. Вот когда нужно точно звонить, когда нужно точно звать на помощь? Ну, если установлены сети. Вот сейчас начинается именно вот этот нерестовый период. Начинается он с запрета на щуку. Впоследствии будут тоже введены общие запреты, поскольку начнется нерест еще и других видов рыб, такой массовый нерест. И как раз таки мы ожидаем, что граждане будут нам помогать. И специально, ну, скажем так, к этому сезону разработали мобильное приложение, через которое тоже наши граждане, добровольные помощники могут нам сообщать о каких-то нарушениях. Это мобильное приложение можно скачать в интернете? Вот буквально в три клика можно скачать на плей-маркете, зайти в приложение госинспекция, сделать фотографию. Того человека, который что-то нарушает. Либо каких-то установленных сетей, либо если где-то по охоте вы видите. Там будет геометка установлена, где эта фотография снята. Пока идет привязка через мобильный интернет. То есть, конечно, желательно, чтобы у человека на мобильном был интернет. Но мы будем дорабатывать это приложение, и будет привязка к фотографии непосредственно. То есть, на том месте, где сделал фотографию, придут его координаты, и дежурный в нашей службе госинспекции будет видеть четко на карте эту точку. Кстати, уже это работает пока в тестовом режиме, но уже удалось вот нескольких нарушителей задержать. И в Мозорском районе, и в Слуцке пришли координаты, и сообщение было, что на реке рыбачит паучник, так называемый. Что значит паучник? Это такое запрещенное орудие лова, сетное, квадратная сеть в форме паука, напоминает паука. То есть, даже сетями ловят, не удочкой, чтобы хотя бы одну рыбку как-то по-скромному. Ну, естественно, чтобы наловить как можно больше, но ресурсы не такие богатые, поэтому вот такие орудия сетные запрещены при любительском лове. Рыбачил этот человек прямо в центре города, за домом культуры в Слуцке. Не боялся ничего. Пришли четкие координаты, инспекторы выехали, задержали. То есть, не нужно объяснять, скажем так, на пальцах, где, что, как. Показать ему, вот, дорогой мой, смотри, вот мы же все видим, совесть есть, а. Просто вот что обидно, что разговоры-то таким людям не помогают. Они же вроде бы все понимают, что нельзя так делать. Если вы сейчас выловите всю рыбу, что вы будете делать потом. Ну, к сожалению, такие люди не думают о том, что будет в будущем. Думают только о сегодняшнем. Ну, теперь есть приложение, и все будет хорошо, я надеюсь. Это один из способов связи. То есть, это не отменяет звонков на горячую линию. Только если ты четко видишь, можешь сфотографировать, можешь там, четкие координаты получатся, есть мобильный интернет. Спасибо вам огромное. Я еще раз хочу напомнить нашим зрителям. Здесь столько вопросов еще осталось, да? Нет, понятно, что можно разговаривать бесконечно. В общем, берегите природу, дорогие телезрители. Накануне Дня защиты дикой природы у нас в Тоди побывали гости из Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. Госинспектор Владимир Домбовский и специалист по связям с общественностью Ольга Громович. Спасибо вам большое. И поменьше вам работы в этом смысле, чтобы поменьше было нарушений. Спасибо. Спасибо.